давненько я не снимал никаких поездочек сейчас вот мы решили съездить в херсон на экскурсию погода у нас плюсовая зимы у нас почему-то нету до сих пор у вас кстати есть зима у нас вот все никак и прогноз смотрим еще то как-то не в них хотят нас морозить такая дождливая туманная нас поедем по погуляем и 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 в одном из своих влогов я уже показывал эту улицу улицы суворово пешеходная улица Херсонский, так сказать Хрящатик Или там Арбат А вот офис Самых главных Херсонцев, которые занимаются Историей этого края И в гости, к которым мы приехали Вот они недавно открыли Свою кофейню Здравствуйте Добрались до вас Привет Привет Подвесили Подвесили Рап для первого портача Пока зеленый Спешим на экскурсию Кофе попили Время прославит Кстати, какой туман Телевизионной вышки не видно Просто растворилась Эта прогулка должна Быть таким вот Дружеским диалогом То есть Не только я буду какую-то информацию давать Чтобы вы Задавали больше вопросов Чем больше вы задаете вопросы Чем интереснее будет в ней И вам как бывает данной прогулки Этот район назывался И называется Мельница А почему Мельница? Потому что изначально Вот здесь было большое количество Сустренных Мельниц Их там было около 120 штук И вот здесь был город А крепость Дальше был город А там было большое количество Вот такой промышленный район Они такие Улина Они поняют в себя большое количество Всевозможных секретов Так что будьте внимательны Мы сегодня будем Открыть некоторые сюрпризы Будьте внимательны По сторонам Уже сейчас Надо быть внимательны Просматривать по сторонам Вот мы сейчас Зашли Ничего не будет Ну матушка Екатерина Как женщина Дальновинная Она приняла за то решение Вот 18 июля Подписали приказ Что крепость И часть сюда в верфи Основать вот здесь Вот в Александрешанце А вторую часть сюда в верфи Основать в глубокой гавани То в Схерстоне Строить только корпуса кораблей Единственная была еще та девочка Она знала толк мужчин У нее этих фаворитов было Мы сегодня об этом еще поговорим Но официальных фаворитов У нее было 17 А сколько было этих маленьких Ольковных фаворитов Так вот Из всех этой черты Фаворитов Только Потемкин Был в ровне самой императрицы То есть ее державному замаху И уму То есть только он мог И знаете Ну как бы самые старые Это вот допустим У меня 1734 Деньга Деньга Это номинал Половинка Копеечки Деньга Давайте по прокурам По прокурам Разные номиналы есть Потом очень интересно Мне нравятся еще монетки Вот это у меня Александр Второй Прям вот с вензелями Это все настоящие Как бы Некоторые Да и есть Николай Первый То же самое Но это разменные монеты Это не так прям Еще мне очень нравится Эта монета Это Одна копейка Серебром 1840 года Вы можете Отчетливо видеть Это вот Николаевская эпоха Видите вот Одна копейка серебром 1840 года Серебром Ну это медь В то время Просто на сколько лет Обесценка Что даже серебром Медь считали Как бы Серебром Ну как бы Номинала Вот здесь разные Вот есть А что это видео Там где Вот где Деньга Вот видите Какая она рубленая Какая Даже курица Такая общипанная И вот Орел Орел Горный орел Красиво летит А вот видите А там же вот шнапонная 1817 года Красиво Видите Это вот допустим Уже 1908 год Насколько отличается Да Вот смотрите Это у нас какая Без дворца А вот Потемкин Это был Великая личность И у него должна была Хотя быть Какая-то официальная резиденция И она была Вот на этом месте Вот с левой стороны Вот между зданием И вот за крапиночкой Был дворец Потемкина Вот так он выглядел Вот там официальная резиденция Вот видите Достаточно красивое здание Своего времени Для Херсона Оно было Трехэтажное Вот здесь часы И двуглавый орел Вот Херсоник Одесса Это потом уже Со временем Это все Себе переменило Изначально Это был в Херсоне Как вы думаете Что основным продуктом Продажи на Херсонском привозе было? Рыба Ну вообще Правильно Рыба И рыбу продавали Точнее В каких измерениях Рыбу продавали Даже не килограммами Не ведрами Ее продавали вазами Такое большое было количество Рыбы Которая продавалась На Херсонском привозе Оно было безграничное Чем не знаю Что в акватории Днепра и Лимана За год вылавливали 150 ворота Ну сейчас Украины А тогда изначально Это были империи Все торговля Ишла через Херсон Это конечно со временем Это не мост Так вот Херсонцы могли себе позволить Ну в штучных количествах Покупать лимоны И апельсины Давайте немножко его расчистить У меня что Изначально глубина колодка Она составляла 80 метров Но со временем Вот эти все культурные слои Которые наставлялись Его подняли Так вот решили Все таки его углубить Очистить И посмотреть что там внизу Когда начали чистить Чего оттуда Только не доставали Такое большое количество Всевозможных артефактов Ну в принципе Сегодня да Эти бутылки И там монетки Это хлам А через 20-40 лет Это же целый Культурный Исторический слой Который имел И вот этим всеми землями Руководил один человек Который вот Находился вот в этом здании Посмотрите какая мощь Какая мощь Да 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 Чемножь тут Видите какая мощь В этом году Здесь выступали Или кастролировали Так называемые Футуристы Может слышали такие Чемножько-Критонская область И село Чернятка Является основоположником Такого движения Как футуристы Там жили Братья-бурлюки Время подходит к вечеру Поедем домой Уже к свой родной Николаев Классные ребята Классные посидели Кофе попили Пообщались Экскурсия офигенная Вообще всем рекомендуем Тут люди Очень классно относятся Как бы к своему городу К истории этого города И реально Делают это Не просто Как бы там Ради заработка Они Влюбляют Людей В Херсон И все делают для того Чтобы влюбить Людей в этот город Вот И если есть возможность Посетить Херсон Обязательно Посещайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok